Мы не следим за своим организмом, мы через слово всё время его калечим. Так вот, как же нам всё-таки убрать это напряжение, которое мы санкционировали отрицательными смыслами, которые произносили? Есть статистика, я в том числе участвовала в этом опросе и вообще в сборе информации, что если, вот какие отрицательные слова мы произносим чаще всего. Прямо составлялся список, какое количество раз, опрос был, причём честный, индивидуальный, в течение года. То есть какое количество отрицательных слов и какие именно отрицательные слова произносятся часто, регулярно, с отрицательной смысловой нагрузкой. И выяснилось, что набор букв, которые входят вот в эти слова, он достаточно показательный. Так вот, наша задача — этот отрицательный смысл выгнать из организма. Вот есть несколько техник, даже, например, в буддизме, что когда человек расстроен или ему больно, или он раздражён, он произносит слог «хо» остро, то есть быстро, на выдохе. Это правильная техника, но здесь не обязательно только его произносить. Мы можем любые буквы, вот я сейчас их назову, произносить в течение, например, двух-трёх минут на выдохе резко, с ударением. То есть вот представьте, что как будто бы вы вот прям всю силу этой буквы пытаетесь выгнать из себя. Так вот, я сейчас произношу, ну, назову какие буквы и, ну, примерно какое количество раз каждую из этих букв надо произносить на выдохе, с ударением, чтобы снять на физиологии напряжение. Сразу скажу, что как определить это напряжение, есть оно или нет. То есть вы сначала садитесь, например, в кресло, либо ложитесь и пальпируете свой животик, свой организм, да, вот как вот он себя сейчас чувствует. Прямо начинаете себя трогать. Но не жалко сильно, а мягенько, чтобы понять, где есть напряжение, потому что напряжение обычно мы даже не знаем где. Если у вас не болит, это не значит, что у вас нет напряжения. Вот вы начинаете щупать, вы пощупали себя аккуратненько, нежненько, ага, и здесь напряжение, и здесь напряжение, вот тут напряжение, ага, пальчики в животик легонечко засунули, и тут ёкнуло, тут заболело, всё, всё понятно. А после этой практики ещё раз ложитесь в том же самом положении и с того же самого места начинаете себя пальпировать. Я уверена, что всё будет совершенно по-другому. То есть вы почувствуете, как идёт облегчение. Обычно после этой практики хочется спать, поднимается настроение, тонус организма, хочется, например, прогуляться, да, свежего воздуха хочется, даже вне зависимости от того, ночь это день. Или, например, те, кто кушает, у тех просыпается, например, желание вообще не есть, потому что энергия, ну, то есть у нас же для переработки отрицательных смыслов, для того, чтобы загасить напряжение, человек обычно в себя еду пихает. Ну, помните, как люди со сладким проявляют себя, да, то есть они вот прям берут тортик и давай его в себя засовывать. То есть получается, когда у тебя нечего гасить в организме, то есть не гасить свою нервную систему, чтобы она не подавала признаков жизни, а наоборот дать ей облегчение, и человек потихонечку отстраняется от еды, и у него появляется большое количество потенциала. Так вот, я сейчас назову буквки, ну, опять же, да, смотрите, тайм-код, может быть, какой-то или еще что-то, чтобы у вас была возможность потом вернуться, я буду быстро, чтобы не затягивать, произносить эти буквы, а вы потом вернетесь, потом в видео, когда оно выйдет уже, записи, и запишите. Так вот, буквы К, С, Н, Г, А, П, Р, О, М, И, Т. Вот желательно максимальное количество раз, ну, минимум четыре раза произносить на выдохе резко, с таким вот прям резким острым произношением. Следующая группа букв У, В, так, Ш, Л, Б. Это, ну, достаточно, например, три раза, это вот все меньше, меньше и меньше. Ну, я честно скажу, я делаю больше. Кто-то говорит, что четыре достаточно, вот в предыдущем ряде, да, но я бы, например, сделала десять раз каждую букву. То есть не подряд, а потом заново, а вот каждую букву на выдохе. Вот данные, которые последняя произнесла У, Ф, Ш, Л, Б, то, ну, достаточно минимум три раза. Следующий набор букв С, И, Ч, Щ, Д, Ю, ну, достаточно, например, два раза. А вот следующие буквы И, Ф, З, Я, Ж, Х, Х, Э, Ю, ну, например, один раз достаточно, но это примерное количество раз. Экспериментируйте, потому что если вы делаете все качественно от души, то может быть, как попугай, там и не надо много раз это делать. Достаточно, ну, какое-то определенное количество сделать, и вы уже будете чувствовать, что, ух ты, пошел эффект. Причем вы можете это делать громко. Ясное дело, что если вы начнете в многоэтажном доме делать ночью, то вам обязательно сделают замечание соседей. Но это можно сделать где-нибудь на природе, да, если есть возможность, в парке. Потому что сейчас люди всякими техниками занимаются, и, например, боевыми искусствами занимаются на природе, и это не такая дичь, которую, например, там будут пресекать. Поэтому все дыхательные практики, они в первую очередь должны быть нацелены на расслабление внутренних органов, фасций, связок и всего связочного аппарата обязательно. Потому что нас выворачивает, нас дестабилизирует неправильно положение нашего остова. А остов меняется, соответственно, и меняется морфология тела и положение органов. Есть еще важная техника, которую нужно отметить. А, чуть не забыла, по поводу балозвона. Возвращаемся, иначе забудут. Наши предки, они не просто лечили звуком. Я уже говорила, что музыкальные инструменты, они разнообразны, но звук он действительно лечит. А каким образом? Вот берут здорового человека, этим занимался Горяев на уровне частотном. То есть он брал здоровый организм, делал матрицу по этому здоровому организму. Человек слушал потом эту матрицу и оздоравливался. Либо молодел, либо еще что-то. Так вот, балозвон — это как раз тот музыкальный инструмент, который способен оздоравливать не только вас, а в целом всю популяцию. Вот у нас с вами сейчас непонятно, зачем колокольный звон нужен. Но колокола тоже делались по правильным мерам, я уже об этом сказала. Сейчас этих знаний в открытом доступе нет. Так вот, балозвон, если, например, вы чувствуете в себе абсолютное здравие, то есть у вас прекрасная геометрия тела, вы чувствуете в себе прекрасные силы, здоровые, мощные, не только физиологические, но и духом, и по желаниям у вас все прекрасно, и душа прекрасная, цветущая. То есть ваши меры оздоравливающим образом будут влиять на всех людей, у которых этого нет, особенно на ваших близких родственников. То есть здесь метаморфозы не пойдут до того, что они превратятся в вас, потому что это слишком длительное должно быть использование балозвона. Но передача свойств, например, от мастера к ученику или, например, от отца к ребёнку могут произойти, если вот этим звоном своих мер облучать кого-то из своих близких. И получается не просто облучать для того, чтобы проснулись какие-то ситхи, дары, а именно для того, чтобы стабилизировать. Потому что вот мы не понимаем, зачем мы, например, свою одежду заворачиваем в своего ребёнка. Это потому что наши вибрации и наше какое-то поле формы, оно начинает его оздоравливать. То есть это почему-то нам кажется, что так должно быть, и мы это делаем. Вот ребёнок, особенно когда болеет, мы его начинаем путать вот почему-то именно в свои вещи. Вот хочется там, например, своей рубашкой накрыть щёчим. Папы это часто делают. На уровне генетической памяти, то есть перенесение свойств со здорового организма на более нездоровый. То есть что-то там случилось. Так вот получается, что если мы видим, что какая-то популяция заболела, заболела, будем так говорить, наши вот эти вот ситуации, которые сейчас и есть, распространение, специальное распространение инфекции, я не устаю об этом говорить, что это санкционированная ситуация. Вот, то мы, например, найдя одного, ну, или в популяции энное количество людей, у которых есть гармония и по физиологии, и по душе, и по духу, и там, например, может, божественное какое-то проведение высокодуховное, да, есть у человека. И эти меры, если они начинают массово облучать популяцию, то вся популяция начинает выздоравливать. И эти знания надо возвращать и в семью, и в народ, и в нашу человеческую популяцию. Потому что сколько уже, понимаете, у нас даже вся музыка, которая сейчас построена, она построена на хередане, на то, что мы увидали. Всегда поют о бедах, о проблемах, кто-то кого-то бросил, там, убил, умер. Но если вы такое слушаете, значит, это и будет с вами. Ну, в смысле, на энергоинформационном уровне вы поражаете себя. А если это элементарно, ваше мере, вот самое простое, да, баллозвон, которым вы и себя облучаете, и своих близких, для того, чтобы синхронизироваться с ними, напитывать их своим потенциалом, то в вашу жизнь всё войдёт гармонично и правильно. Так вот, глашение в себя. Горяев, да, он молодец, и он восстанавливал то, что было у нас в культуре. И, наверное, жаль, что его не стало, и он не так широко был известен, и не так много его материала в открытом доступе, в которых написано «делай раз», «делай два», «делай три». Всё поставлено более или менее сейчас на финансовую ногу, и, извиняйте, да, человека не стало, и к чему это всё приведёт, непонятно. Но одной из самых интересных техник он взял из нашей традиции землян. Так вот, это глашение в себя. Раз мы буквы на выдохе произнесли какие-то, ну, которые имели отрицательный смысл вместе с теми словами, отрицателем, которым мы себя загнали, то что же мы можем после этой техники в себя вогнать? Вот то же самое позитивное, что есть у нас, да, какие-то хорошие слова, например, лад и согласие, только произнесение на вдохе. Есть даже музыкальные такие приёмы, чтобы не прерывать, например, в пении звучание определённой фразы, то человек пел-пел-пел, а потом на вдохе продолжает петь. Конечно, это высота, это вообще невероятно, если человек так умеет, но эти техники есть. Так вот, глашение в себя — это произнесение слова на вдохе, вот мы обычно на выдохе говорим, а это надо слово на вдохе говорить. Первое время это будет как шёпот. Действительно, это не так приятно, да, потому что, ну, не привык на вдохе говорить, и чаще всего на один вдох вы будете только одно, ну, максимум два слова успевать сказать. Но чем чаще вы будете тренироваться, тем быстрее вы научитесь правильно глашению, технике глашения. И что самое интересное, вы действительно будете даже ту же самую тавтологию, о которой мы уже сегодня говорили, для вспоминания прошлых жизней, делать на вдохе для того, чтобы загнать в себя потенциал прекрасного какого-то слова. Например, как я сказала, ладость согласия. Или, например, всего хорошего, счастья, добро. Почему бы нет? Это же классно. То есть мы можем такие вещи в себя загнать на уровне генетической памяти. Почему ещё раз? Потому что любое слово, любая буква влияет на воспроизведение белковой основы, то есть нашего генного аппарата. Представляете, как классно? То есть мы одним глашением себя можем изменить себя вдоль и поперёк. Естественно, когда мы касаемся таких вещей, мы должны вспоминать нашу культуру. У нас были такие заговоры по переносу определённых свойств. Например, помните, как бабушка говорила, у собачки боли, у кошечки боли, а вот, например, у Алёнушки пройди. То есть, а почему? То есть перенос свойств – это не просто перенос свойств. Это именно избавление либо наделение себя новыми качественными свойствами и функциями. То есть если вы понимаете, что… Вот мастер чаще всего, да, он же хвалит. То есть вот смотри, вот у меня было так, и у тебя вот так. То есть это не просто слово, это прямо фраза, которую он часто повторяет для того, чтобы перенесли свойства, качества. Или, например, вы знаете, что у вас прекрасное какое-то качество, например, сильный дух или красота, или ну что-то такое, чем вы гордитесь. Целеполагание, целеустремлённость, доброта, человечность. То есть вот что-то такое, что обязательно у вас становится ярким и показательным. Так вот, сочините какую-нибудь поговорочку, стишок небольшой, ну буквально это может быть двустиши, да, и произносите всё время, если вы хотите это перенести, например, на своего ребёнка, а у него, например, с этим дефицитом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова